МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Введение такого новшества в республике планируется на осень 2015 года. Как сказал мэр, цены на парковку будут демократичными, поэтому водителям беспокоиться по этому поводу сильно не стоит, сообщает информационный портал РБ7. Госдума ввела 50-процентную скидку при досрочной уплате штрафов ГИБДД. Чтобы ее получить, нужно уплатить штраф досрочно в течение 20 дней вместо 60. Оговаривается, что новые поправки не будут распространяться на целый ряд серьезных нарушений ПДД. В частности, ответственность в полной мере 100% суммы штрафа будет действовать в случаях управления автомобилем в состоянии опьянения. Рецидивы в превышении скоростного режима более чем на 40 км в час, проезда на красный свет, движение по встречной полосе, вождение незарегистрированного транспортного средства, а также при причинении в результате ДТП вреда здоровью легкой или средней тяжести. Одновременно оговаривается, что под действие закона не попадут и минимальные штрафы в 500 рублей. Закон в случае его одобрения Советом Федерации подписания президентом России вступит в силу с 1 января 2016 года. Школа номер 124 и номер 159 Октябрьского района города Уфы стали лауреатами конкурса «100 лучших школ России», сообщает информационный портал Уфа-Сити-Ньюс. Итоги были подведены в Санкт-Петербурге в рамках третьего всероссийского конкурса «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России». Лауреатам вручили медаль «100 лучших школ России» и диплом «Лучший директор». В Уфе стартовала акция «Добрых дел». Ее задачей стало собрать игрушки на Новый год детям украинских беженцев. Организаторами выступили администрация города и служба спасения 112. Принять в ней участие может любой желающий. Для этого достаточно принести в единый консультативный центр для беженцев игрушки, конфеты, также актуальные теплые вещи и обувь. Акция продлится до конца месяца по адресу улица Шафиева, 28, сообщает «Спутник Афе». О взносах за капремонт расскажут на горячей линии. Она работает в Башкортостане ежедневно, кроме воскресенья. В будние дни с 9 утра до 6 вечера, в субботу с 10 утра до 5 вечера. Ее телефон в Уфе 279 55 56. Напомним, что новые платежки жители города начали получать в октябре. Ну а у меня на этом все, и мы переходим к другим новостям на сегодня.